Друзья, привет! В этом видео я покажу вам, как можно использовать 3D камера трекинг для стабилизации видео. Давайте посмотрим на исходник. Вот такой у нас кадр. Камера у нас довольно сильно покачивается из стороны в сторону. И если мы попробуем использовать встроенную стабилизацию, можно открыть инспектор. Здесь выбрать вкладку стабилизейшн и нажать стабилайз. Мы получим вот такой результат. Картинка стала стабильней, но камера все равно очень сильно гуляет вправо и влево. Также можно попробовать режим similarity. Ну, примерно то же самое. То есть картинка все равно достаточно сильно гуляет. В режиме translation также это не даст желаемого результата. Все равно картинка будет гулять. И это происходит, потому что стабилизатор не знает, за что ему зацепиться. Потому что такие вот формы стабилизации, они автоматически хорошо работают, когда в кадре нет движущихся объектов. Нету человека или никто не пробегает там по переднему плану. А если у нас в кадре есть человек, то такой метод, как правило, дает сбой. Это происходит как раз из-за того, что вот этот движущийся объект, он сбивает стабилизатор. Потому что стабилизатор ищет, за что зацепиться, ставит точки и пытается за эти точки ухватиться и картинку сделать стабильной. И он начинает ставить эти точки, в том числе и на человеке. И в этом случае, если вы хотите получить вот прям стабилизацию как по рельсам, чтобы у нас двигалась картинка, и у вас камера либо приближается, либо это идет движение справа налево или слева направо, то есть линейное или снизу вверх, сверху вниз. И есть один очень интересный способ использовать для стабилизации трекинг камеры. Для того, чтобы им воспользоваться, мы создаем с вами из видео Fusion Clip. Сначала его подрезаем, это важно, чтобы у нас камера-трекер заработал правильно. Мы сначала готовим к нему картинку, потом нажимаем правой кнопкой New Fusion Clip, создаем Fusion композицию таким образом, переходим во Fusion. И первое, что нужно сделать, это исключить из трекинга камеры фигуру человека. И самый простой способ сделать это воспользоваться Magic Mask. Нажимаем Shift-пробел и добавляем ноду Magic Mask. Подключаем в нее видео, перетянем Magic Mask во Viewer. И я нарисую на фигуре человека просто вот такую черточку. Это вполне достаточно, еще можно вот здесь, вот где рука. Мы используем качество Faster, потому что нам здесь супер качество не надо, нам надо это сделать быстро. И нажимаем вот эту кнопку. Track Forward. У нас начинается трекинг фигуры человека. И, соответственно, мы ждем, пока этот трекинг закончится. После завершения трекинга мы получаем вот такую штуку, то есть фигуру человека. Теперь добавляем ноду, которая называется Bitmap. И подключаем в нее выход Magic Mask. Выход Magic Mask подключаем в желтый вход ноды Bitmap. Давайте я перекину эту ноду в левый Viewer. Вот она маска. Теперь мы в ноде Magic Mask на вкладке Mate крутим параметр Erode. Вот так, вправо. То есть таким образом мы немножко эту маску еще расширяем. Делаем мы это для того, чтобы на всякий случай исключить пограничные пиксели, которые могут двигаться и сбивать трекинг. Теперь мы в ноде Bitmap нажимаем на кнопочку Invert и получаем вот такую маску. То есть у нас белая это там, где у нас будет работать трекинг. А черная там, где трекинг работать не будет. Соответственно в динамике, видите, у нас такая маска. Получилось очень быстро. Ничего мы тут ручками никаких анимаций не делали. Все за нас сделал Magic Mask. И теперь мы добавляем ноду 3D Camera Tracker. Нажимаем Shift-пробел. Пишем в поиске камера и выбираем Camera Tracker. Подключаем в нее видео. Вот таким образом. Можно, кстати, от ноды Media Out отключить видео. Видео обычно, когда я работаю во Fusion, я отключаю основной поток от ноды Media Out. Так Fusion работает стабильней. Итак, теперь мы отправляем вот в этот белый вход камера трекера выход ноды Bitmap. Получаем вот такую конструкцию. Давайте теперь Camera Tracker перетянем во Viewer. В ноде Camera Tracker мы включаем галочку Preview Auto Track Location. Галочку B-directional Tracking. Preview Auto Track Location позволит нам видеть маркеры. А B-directional Tracking – это трекинг в обе стороны. То есть камера трекер сначала тречет вперед и потом назад сам себя перепроверяет. Это позволяет повысить точность трекинга. Теперь вот эту кнопочку сверху еще можно нажать. Darken Image. Она позволяет тоже лучше видеть маркеры. И настраиваем маркеры. Здесь у нас два основных параметра. Это Detection Threshold и Minimum Future Separation. Детектор Threshold – это порог зацепления трекера. То есть чем выше этот параметр, тем более стабильные точки будет искать трекер. Если картинка у нас достаточно резкая, как здесь позволяет, можно этот параметр увеличивать. Тем самым исключать плохие треки уже сразу на этапе трекинга. А Minimum Future Separation мы крутим в противоположную сторону. Этот параметр отвечает за минимальное расстояние между точками. Мы его уменьшаем и, соответственно, точек становится больше. Очень много точек ставить я вам не советую. Тогда вы просто будете очень долго ждать завершения трекинга. Поэтому где-то вот так примерно я накручиваю эти параметры. И нажимаю кнопку AutoTrack. В процессе мы с вами будем видеть, где у нас создаются точки. Их довольно много, как мы видим. И на человеке, как видите, они не создаются. Это как раз происходит из-за того, что мы с вами предварительно создали маску. Теперь мы переходим на вкладку Solve. И смотрим, сколько у нас треков. Видите, полторы тысячи треков. Для секвенции длиной примерно 6-7 секунд этого достаточно. Больше треков точно не нужно. Можно даже обойтись и тысячу треками спокойно. Но для надежности я вот чуть-чуть с запасом это делаю. И теперь нам перед тем, как нажимать на кнопку Solve, мы можем сразу немножко почистить эти треки. Здесь у нас есть три основных параметра. Минимальная длина трека, максимальная ошибка трека и максимальная ошибка Solve. Solve это уже как бы решение вот этой задачи математической, то есть нахождение камеры. Пока что она еще не производилась, поэтому этот параметр не работает. Работают вот эти два. И мы сразу можем выставить минимальную длину треков, которые использую. Видите, у меня здесь внизу показано, сколько треков выбралось. Допустим, я по умолчанию оставлю этот параметр. 6, да, вот здесь. И трекеррор тоже оставлю по умолчанию. Выбралось у меня 188 треков. Теперь я нажимаю на кнопочку Delete, удаляю эти плохие треки и нажимаю на кнопку Solve. Вот эта задача сейчас самая долгая, то есть сейчас идет вычисление камеры и после завершения Solve нас интересует вот этот параметр. Average Solve Error. Он должен быть желательно меньше, чем 0,5. Сейчас он равен единице, даже чуть больше, и это многовато. Сразу мы видим здесь плохие треки, они красным подсвечены. Это треки, у которых высокая ошибка как раз-таки вот этого Solve. И мы можем тоже их автоматически почистить. Вбиваем вот сюда вот в Maximum Solve Error 1. Видите, у нас выбралось 304 трека. Также можно немножко увеличить минимальную длину трека, выбрать, допустим, 8. А можно еще больше, допустим, 10. Вот так. Тут уже надо смотреть, сколько треков выбирается, потому что если вы удалите слишком много треков, у вас вообще Solve не сработает. Я вот эти параметры вот так пока оставлю, нажму Delete. У меня теперь осталось 959 треков. И вот с такими настройками нажму Solve еще раз. И как мы видим, теперь ошибка Solve 0,4. Можно ее еще улучшить. Для этого можно в Maximum Solve Error вбить теперь 0,5. Допустим. Видите, выбралось 232 трека. Опять нажать Delete. И нажать Solve еще раз. Таким образом мы получим Average Solve Error 0,28. Этого вполне достаточно. Друзья, это минутка саморекламы. Я сертифицированный тренер Black Magic Design. И у нас есть целый пакет замечательных курсов по DaVinci. Курс по Кейнгу, то есть работе с зеленым экраном. Курс по мошен графике. Курс по обработке и ретуши лиц на видео. А также бесплатный курс по Fusion есть у нас. Если вы только знакомитесь с этой программой, заходите, регистрируйтесь в курс абсолютно бесплатный. Курс по живым фотографиям, в котором разбирается не только работа в DaVinci, но и использование современных нейросетей. А также мы занимаемся разработкой плагинов и эффектов для DaVinci. И эти плагины и эффекты также есть у нас на сайте. Заходите, все ссылочки есть в описании. Переходим на вкладку Export и нажимаем Export. У нас появится вот такая конструкция. Из нее мы сразу можем вот эти ноды Ground, Plane и Point Cloud удалить. Они нам здесь не понадобятся. Нас интересуют вот эти три ноды. Это наша камера, это нода Merge 3D, куда эта камера приходит 3D пространство, а это рендер. Давайте перекинем теперь в левый viewer ноду Merge 3D. Теперь я покручу колесико, вот таким образом 3D пространство отдалю. И вот мы видим нашу камеру и ее траекторию. Вот она. Если нажать Play, то мы видим, как движется камера, как она у нас немножко виляет. Поднимается в конце вот так вот вверх. И теперь мы с вами можем взять и сделать следующее. Из этой камеры мы сделаем проектор, который будет светить. У нас вот так уже проектор, вот он, видите, светит. И проецирует картинку. Мы скопируем эту камеру, удалим из нее все ключи, кроме первого и последнего, и она будет рядом ехать и снимать как бы это все. И это и есть 3D стабилизация. Смотрите, вот мы берем эту камеру, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, подключаем ее также в ноды Merge 3D. Эту камеру я переименовываю правой кнопкой Rename и называю ее Projector. Это у нас проектор. А эту камеру тоже правой кнопкой Rename и назову ее просто камером. Теперь в ноде вот этой Render 3D в качестве камеры я выберу камеру. Выберу теперь эту камеру. Уберу здесь замочек, чтобы ее разблокировать. Открою редактор кривых. В редакторе кривых нажму на три точки. Здесь поставлю галочку Show Only Selected Tool. Это важно, чтобы у меня была выбрана только камера. Также нажму вот на эту кнопку, чтобы сжать диапазон кадра. Раскрою ключи. Вот они, видите? Мышкой вот так вот аккуратно выберу все ключи. Можно для удобства этот... Раскрыть диапазон вот еще побольше. Выбираем все ключи, кроме первого и последнего и нажимаем Backspace. Удаляем их. Все, редактор кривых можно закрывать. И давайте теперь посмотрим. В левый viewer я перекину исходник. А в правый viewer я перекину Render 3D. И вот мы нажимаем Play. Видите, что происходит? Слева у нас исходник, а справа у нас камера летит четко по прямой в конечную точку. И снимает вот этот вот проектор, который проецируется от треченной камеры. Картинка у нас, естественно, уезжает куда-то, но сама по себе внутри она стабильная теперь. То есть то, по сути, что и делает стабилизатор под капотом. Только у нас получается контролируемая стабилизация, где мы выбираем определенный объект, исключаем его из обработки и управляем движением камеры. Все, что теперь осталось сделать, это после вот этой ноды камера Tracker добавить ноду Transform. Вот так подключить выход этой ноды Transform в Media Out. И в самой ноде Transform настроить параметр Size. То есть здесь нужно картинку просто приблизить. Давайте посмотрим их вместе. Слева у нас исходник, а справа видео после 3D стабилизации. Если у вас видео снято уже с правильной частотой кадров и с киношной выдержкой, то есть одной пятидесятой, например, и у вас достаточно резкие движения, и картинка размывается, то стабилизация, конечно, здесь вряд ли поможет. Она поплывет. Поэтому, если, допустим, вы снимаете кадры и хотите получить кадры, снятые как будто с тележки, то тогда выдержку укорачивайте, ставьте одну двухсотую, например, и после вот такой же 3D стабилизации применяйте Motion Blur. Но в большинстве случаев такой способ позволяет выжать максимум из кадра, если нужна действительно стабилизация, достаточно похожая на движение тележки. Вот так, друзья. Таким образом, у вас теперь в арсенале есть еще один способ стабилизации видео. На моем канале вас ждет большое количество уроков по монтажу и визуальным эффектам. Также у нас есть крутые онлайн-курсы, в том числе и бесплатный курс по Fusion. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал на Boosty, Patreon и ВКонтакте. И для патронов каждый месяц я выкладываю уникальные уроки. Кейинг, трекинг, каротоскопинг, обработка видео в нейросети, создание дипфейков, а также сами сборки этих нейросетей тоже есть на Boosty. Превью большинства уроков можно посмотреть на моем сайте. Все ссылки есть в описании. С вами был Санчес и канал TimeSaver. До встречи, друзья!